здравствуйте здравствуйте товарищи ну что собираемся постепенно народу немного но давайте все чуть подождем будем начинать выпускать первый попросили меня в новом формате для меня формат не освоенный так что если что не серчайте вот антураж подобрали те кто любил комментировать бороду могут быть довольны я тоже доволен будем сегодня наверное не так уж много о чем говорить я расскажу там пару мыслей до соображения о том какие ощущения по рынку а дальше если будут вопросы вот давайте может основное внимание уже вопросом и уделим готов отвечать сколько надо но у нас всего по 45 минут максимум то что точно это не получится так если меня слышно хорошо то прекрасно если что пишите тогда в чате вот ну и наверное поехали собственно говоря если слышно хорошо пишите собственно основные ощущения такие что внутренняя тревога да как примерно как год назад ну собственно коррекцию которую ждали даже это не коррекция должна быть такая массивная разгрузка она вот она началась да на совершенно каком-то таком поводе который даже сложно было себе представить и и оккупировали деньгами соответственно особенности нынешней ситуации в том что мы видим не только хуе но мы видим еще и прямые вливания в таком объеме которую раньше не было то есть все вот эти вот программы правительства на слуху естественно первое всего американское просто америка финансовый центр поэтому точно не хочешь уравняемся а во вторых просто потому что эти программы гораздо больше ну это в общем одно из другого утекает и наверное наверное не последнюю очередь именно на их пони мы видели ураль в золото и серебре которое произошло летом сейчас откат который мне кажется после запуска новой программы на 2 и 2 триллиона на 1 и 6 триллионов еще больше может дать новый стимул для роста драгметаллов ну не только драгметаллов естественно и цены бумажных активов тоже просто тут уж кто чего больше любит при этом самое такое вот щекотливое место в том что во первых эти программы они не идут не вместо куе а вместе с куе во первых во вторых политика центробанков все равно все более и более даже не политика да политика обещает не ужесточаться да риторика становится даже еще все более мягкой и собственно говоря от ЕЦБ ждут в конце года может быть каких-то новых ориентиров по инфляции приемлемой и может быть и новые численные параметры более то есть что что еще можно смягчать да снижать ставку не очень понятно теоретически можно да мы помню если кто смотрел не знаю может можно найти это наше новогоднее интервью с Олегом как раз обсуждали насколько глубоко могут уйти отрицательные ставки теоретически на горизонте нескольких десятилетий это в общем вполне реальная история и при этом может быть даже прибыльный да прибыльный бизнес основанный на убыточных проектах если вы взяли под минус пять процентов заработали заработали минус два процента в принципе вы еще и в прибыль поэтому пока корпоративный долг не стал отрицательным собственно говоря ничего страшного еще и такого феноменального не случилось да ну ставки по государственным долгам да отрицательные но государство не сильно пользует те у которых отрицательный долг никто там особо не наращивает долговую нагрузку так что это будет беспрецедентно в Европе этого не видно и даже в Германии но для драгметаллов вот когда вообще разговор о драгметаллах идет мне кажется что нам важно прежде всего понимать мы покупаем драгметалл против доллара да против евро против иены против швейцарского франка или мы это делаем находясь в рублевой зоне и понимая что для нас важно защититься от эвалюации рубля вот второй подход он в общем более более логичный и он позволяет нам более более уверенно что ли да покупать драгметаллы вот вся та ситуация которая сложилась сейчас глобальной экономики раз и вокруг нас складывается два она в общем за то чтобы доля драгметаллов в инвесторе увеличилась не знаю кто как любит там физически там монетные слитковые или там в виде в виде ETF FXBD да FXGD самый наверное такой понятный инструмент с очень хорошей корреляцией с золотом именно рублевой ценой золота то есть фактически вот и собственно говоря небольшой порог входа и ликвидный да еще в репост в ЦК в репост в ЦК входит поэтому тут вариантов много входа к сожалению нет такого же там продукта например в серебре но тут просто вот как раз очень важно понять что покупая что если если серебро да девальвируется если рубль девальвируется да то покупка это покупка фьючерса может быть не выходом потому что это цена доллара на всякий может быть для кого-то это ревиально да на всякий случай просто это говорю потому что многие накалываются и в общем ну FXGD такой это понятный инвестиционный продукт да Голд это некая такая фактический контракт на разницу со стабильным курсом внутри дня что-то такое и я все время тоже не стыдно сказать на этом не то чтобы я там как-то подал да но просто финансовый результат там вообще не сходился с тем что казалось что должно было быть вот поэтому первая мысль да это то что трали в драгметаллах если все так как как обычно если в этот раз все будет как всегда примерно да если еще на это умножить контрактский цикл длины 50-летний и все повторится так как было в 70-е годы то в общем драгметаллы на ближайшие там 5-10 лет это вообще может быть даже основная вещь которая в портфеле должна быть и даже не стыдно ее иметь там до половины пусть там будут акции золотодобывающих компаний серебродобывающих компаний ну из наших там полис полиметалл основные которые еще и дают в общем дивиденды сравнительно неплохие понятно что они вдвое хуже чем средняя доходность по индексу нашему да по российскому там порядка семь с половиной но эти дают там три с половиной четыре с половиной доходности в общем тоже неплохо да если рост будет продолжаться ну значит будет и доходность наверное вернее не дивидендная доходность а сумма в абсолюте будет побольше да ну а потому что кто когда купил соответственно ну грубо говоря да вот полис ну как бумага подорожала за два года да соответственно дивидендоходность считается если кто-то покупал ее два года назад так у нее и дивидендоходность совершенно другая поэтому это период сейчас период когда такие вещи могут казалось бы уже совершенно неоправдно дорогие стать еще дорогу да некая аналогия не знаю с новотеком для меня бумага всегда была которая всегда очень дорогая но это не мешало ей становиться еще более дорогой и сейчас вот исходя из того что говорит менеджмент всех планов в принципе нет никакого ограничителя ну на мой взгляд кроме функционного такого кроме административно-политического чтобы новотек там через 4 года не стоил еще дороже при стабильных текущих нынешних курсах рубля на газ поэтому это не призыв покупать новотек но это такое соображение вроде дорогая компания вроде полис дорогой и та и другая консолидации но не значит при этом опять же золото или серебро если посмотреть например золото плясать как менялась 2007 года цена золота в рублях цена золота в долларах то мы на самом деле получим там разницу процентов годовых там порядка разница порядка четырех с половиной пяти процентов ну смотря от какого года считать да потому что курс рубля плясал и на самом деле это говорит примерно той разницы ну о средней стоимости валютного хеджа за последние там 15 лет 5 условно 5 годовых плата за стабильная то есть ну условно если вы хотите стабильно зарабатывать там в долларе да в среднем опять же то вот вам это будет стоить на пять процентов больше чем если вы просто хотите зарабатывать чисто в рублях то есть рублевая доходность должна ваша ожидаемая рублевая доходность вашего там продукта инвестиционного должна превышать доллару на пять процентов тогда грубо говоря вы ничего не теряете вы нормально идете с той же доходностью какую дает доллару продукт ну опять же это средняя величина да понятно что средние вещи мало кого волнует там в декабре 14 в январе 16 вот или вот в марте 2020 ну в марте 2020 все было счастью не так страшно вопрос так на СПБ торгуются только две акции золотодобытчиков Ньюман вы знаете вот у нас я вам сходу даже вот сейчас так вот не скажу во-первых не скажу какой лучше потому что ну во-первых я не специалист по иностранным акциям не специалист по акциям вот этих компаний точно и плюс я не сторонник узкого выбора потому что ну не всегда ну так сказать надо очень глубоко знать компании желательно даже ну грубо говоря пообщаться пару раз там на контент столах с менеджментом да чтобы можно было делать некие представления о том что лучше поэтому я вот так вот даже не не соберусь сказать но у нас есть обзор по драгметаллам посмотрите он там по-моему в конце конца августа или начало сентября там как раз акции компаний и золото добывающих и серебро добывающих и платин и палате добывающих и они там грубо говоря отранжированы с точки зрения там крупности и прибыльности то во что не страшно и то что больше является прокси на стоимость одного металла вот посмотрите там должны быть эти и royal gold точно там был newman по моему тоже но вот что выбрать из я вам точно не скажу вот и единственное что что единственное что скажу лучше покупать те компании которые более-менее выезжают то есть надо хотя бы хотя бы почитать прилично вот другая мысль в целом такая некая сходство здесь есть наверное у золота и у нефти нефти вообще так получается мы писали об этом в нашей стратегии нефти на неком таком перепуте получается и в общем это наверное понятно потому что на мой взгляд выборы США очень многое здесь могут определить на среднесрочную перспективу просто потому что из общей логики да Трамп это Америка Great Again это бизнес американский бизнес прежде всего локализуется в Америке и прибыли в Америке и рабочие места создает демократы в широком смысле да это призываю воспринимать это довольно обобщенно потому что там тоже очень все разнородно но тем не менее демократы и Байден это гораздо большая степень глобализма то есть America First все равно но американский бизнес может зарабатывать где угодно и собственно говоря из корпорации американская то это и хорошо и больше ничего и не нужно и пусть она работает хоть в Таиланде хоть в Тайване хоть в Китае если ей так удобно с Китаем в последнее время хуже то есть тут наверное все равно не стоит ждать что с него снилось разного рода обвинения ему станет легче вряд ли сильно легче станет но вот для глобальной торговли ситуация будет с демократами я думаю получше а это соответственно ставка на нефть то есть тут будет конечно ситуация гораздо позитивнее и возможность там ухода выше 50 вновь я думаю появится очень хорошая но там нужно наверное я не знаю можно делать ставку на нефть через акции компаний да и во всем остальном причем там американцы торгуются очень ну крупные мейджоры торгуются сейчас еще и с неплохой дивидендной доходности из-за того что как бы нефтянка это фу нефтянка это нехорошо это не экологично поэтому мы покупать не будем мы будем покупать компании социальные медиа и прочее потому что это перспективно и то что у них там P на E 100 это не важно вот концепция которая господствовала последние несколько лет собственно говоря то же самое раньше произошло с табачными компаниями теперь это перекинулось на и на горный металлургический и на нефтянку ну это привело к тому что там доходности по розыгрышелку по автомобил у нас практически чуть ли не на уровне средней доходности по моему выбору поэтому можно делать ставку вот такую да опять же кто торгует на инстаграме может сделать так можно через лукой мне нравится больше но с точки зрения именно реакции на то что происходит с нету поэтому мне кажется что вот если будем одновременно видеть да что не происходит никакого сокращения разрыва между на опросах и при этом еще еще и нет там идет куда-то так 40 вот наверное хорошую возможность купить можно и не вступить можно и акции не втянет купить лучше дивидендов да по крайней мере это некая защита не защита но по крайней мере это некий кэшфлоу ну и некое все-таки свидетельство того что менеджмент готов делиться с акционерами с минорами это всегда плюс это всегда спокойнее с такой компанией именно дело хотя сейчас нет вот довольно узких диапазонов более может немножко рваное стало движение более резкие колебания но тем не менее все равно диапазон 40 40 46 да на самом деле 41,6 40 43,6 как-то вот так вот все остается никуда особо сильно не меняется так goldman sachs так что goldman sachs пишут goldman sachs ну то есть goldman sachs вот еще что износит кто любит спекуляции не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией но интересная ситуация в аэрофлоте который провалился и который сейчас торгуется ниже цены которую обозначили как нижнюю границу размещений кто любит теханализ может увидеть там пятиволновку и собственно говоря сейчас даже такая информация пятая в пятой была то есть вложенная пятой волне и еще одно движение вниз сейчас это перелой в принципе хорошая возможность для покупки с технической точки зрения на отскок в районе 63 вот кто любит это делать может попробовать фундаментально ситуация в авиакомпаниях очень плохая и собственно говоря то что не происходит никаких улучшений пока динамика коронавируса ну это лишнее там подтверждение то есть идея накапливать хорошая потому что ну рано или поздно там переболеет много людей там за полтора года еще да и общем авиаперелет начнут устанавливаться и в этой ситуации чем глубже упадут авиакомпании крупные да которые останутся тем лучше потому что соответственно они выше поднимутся вопрос здесь с аэрофлотом в том что вряд ли он сумеет какие-то занять новые ниши да в отличие от других компаний от зарубежных компаний потому что вряд ли ему ну понятно что никакой там внешней экспансии о покупке зарубежных компаний у которых проблемы речь не идет никто это сейчас сделать крупному российскому бизнесу не даст а ну внутри его ниши и так настолько широка и настолько заполнена имя что в общем сложно рассчитывать на какое-то улучшение при этом компания сделала такого размера доп. эмиссию да что понадобится очень большая чистая прибыль чтобы нам стало опять интересно там сидеть благодаря дивидендам то есть здесь идея только и только идея отскока но вот отскок от 60 куда он может быть не знаю высокого наверное здесь опять ждать не стоит то есть не выше 100 да это должно чтобы случиться очень активные перевозки какой-то прям сместиться да сместиться фокус на сектор авиаперевозок так вот это вот всегда бывает когда начинает звонить во время вебинар да вот поэтому так давайте еще вопросы есть у кого-нибудь вопросы или нет у меня вопрос смотрите 14 человек в сети никто не задает вопросы ну кто присоединился позже чем я рассказывал про драгметаллы я повторю что идея в том что движение в драгметаллах не завершено на мой взгляд с учетом тех объемов эмиссии прямой эмиссии прямых поливаний со стороны правительств в том числе движения как минимум если просто смотреть тревляцию денежного агрегата м2 и золото только те планы которые обсуждают в США там 1.6 2.2 триллиона долларов только они могут дать еще порядка десяти процентов просто просто тупо в цене золота на самом деле некий пропуск больше то есть конечно бета здесь не единица здесь больше но при этом надо помнить что всегда есть возможность ралли на фьючерсах остановить так же как было в одиннадцатом двенадцатом году как остановили движение драгметалла то же самое в общем регуляторы могут сделать всегда что слышно по поводу Яндекс и ТКС кроме того что мы слышали больше пока ничего не слышно видим что и те и тот и тот обкатывается ну в общем мы писали по-моему нет с Андреем Верниковым по-моему об этом записывали что как-то так не стоит не стоит сильно спешить но понятно что для Яндекса на мой взгляд для Яндекса это более знаковая вещь потому что все-таки это некая заявка на то что он строит реально такую целую свою инфраструктуру и в общем у меня соображение такое что сейчас вот встречное движение финансовых компаний и специальных медиа информационных компаний в широком смысле потому что гигантский сборщик данных приведет к тому что в одних руках будут сосредоточены возможности знать ваше представление о том что вы хотите знать ваше желание формировать ваше желание и дать вам деньги на их реализацию это очень круто я думаю что лет через 15 следующий этап это будет такой же синтез IT и медицинских компаний относительно того что за этим стоит с точки зрения реальной научной ценности за персонализирование медицины а вот с точки зрения коммерции за этим стоит гигантский совершенно рынок который пока довольно сложно еще внедрить этого нужно побольше и более широкая более развитая продуктовая линейка собственно персонализированной медицины и просто побольше охват когда он достигнет примерно того же уровня финансов тогда все это и полетит то есть это следующий этап то что может происходить сбер 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 все очень хорошо у сбера просто проблема не в конкуренции конечно с яндексом и ткс а в том что ну сбер это во-первых профси на россию поэтому политические риски в нем всегда в полный рост на него транслируется и есть еще и проблема такая что ему уже почти невозможно консолидировать российский внутренний рынок скорость отзывов которая была скорость отзывов банковских лицензий она в общем замедлилась и не может становиться то вот поэтому если если и получится то наверное наверное ему просто не удастся ему уже сделать такую консолидацию в хороших условиях для сектора потому что прошлой консолидации происходило в общем нормальных условиях здесь сейчас наверное только некий новый кризис позволит это сделать а тогда сбер все равно и очевидное очевидное сохраняющиеся преимущества байдена вот хороший повод войти в нефтяные акции в том числе и глухой ну просто глухой немножко хуже чем эксен мобил наверное просто потому что риски на россию политически с приходом демократов на мой взгляд возрастут и системность системность давления на россию возрастет неудобная платформа для стримов я честно говоря не знаю но маркетингу нашему передам если неудобная лучше напишите еще тогда какая удобная на ваш взгляд будем думать будем пробовать 2 300 по золоту банки сша давали прогноз да ну тут надо разделять конечно общий хайп потому что ему подвержены всегда все ну или почти всегда и почти все в принципе в этом прогнозе нет ничего такого 2 300 это даже мало в принципе если вот посмотреть как развивалась ситуация в рамках длинного контрастского цикла 70-е годы то вот после начала этого обвала в течение там 5 лет собственно если транслировать это на сегодняшнюю ситуацию в течение 5 лет мы можем увидеть резкий рост инфляции соответственно разворот по ставкам вверх и на этом фоне да и все это будет происходить на фоне миссии конечно и ну увидим я бы сказал не 2 300 а район 3 400 3 800 на горизонте примерно 28 года ну вот кому интересно да 28 год и в общем доходность совсем небольшая получается если в годовые перевести да но по крайней мере золото дает как говорил по моему рождь средний своему сыну что золото дает возможность принимать решение более спокойно поэтому золото все равно портфель быть конечно должно не важно там 2 300 или или 3 400 но золото по крайней мере пока пока золото в общем покупательную способность свою более-менее сохраняется даже на горизонте последних 100 лет более-менее сохраняется плюс-минус 2 раза это все равно по порядку величины то же самое так сберприев так маркетинг уже читает ваши сообщения о том что это неудобная платформа будем думать ну вебинар неудобная платформа да стримов окей хорошо так выход на страну из российских акций часто говорят сейчас и плюс последние дни замечаю падение наших моментов открытия Америки каждый день возможно да возможно но падение наших то есть оно может сочетаться с падением Америки иногда собственно то американцы они могут и и так торговать у нас это не обязательно чтобы они торговали только после своего открытия но да да определенные такие предпосылки были и в общем я бы согласился что вообще однозначно можно говорить об оттоке капитала как неком таком негативном сигнальчике для нас всех но если бы не динамик ОПЗ последние там полутора недель да в том числе ну фиксов там лоутеры понятные мне лоутеры давно нравятся середины года даже с конца весны вот просто потому что горизонт снижения ставки но он не бесконечен в России да в данном в данных реалиях да не может быть ставка на мой взгляд три поэтому в общем снижаться особо некуда в этой ситуации флотер вам дает такой бесплатный почти бесплатный опцион и защиту от резкого роста ставки в отличие от фиксов которые ну куда уже дорожать флотеры вам дают более интересные возможности вот вот но последние недели дорожают и фиксы причем дальний конец очень хорошо дорожают и соответственно может быть как-то там сопоставлено с мягкой стороны цб но тем не менее если бы не резидентов было четкое понимание что надо уходить и будут например санкции на ОФЗ что действительно очень болезненно может ударить потому что в общем через ОФЗ Минфин привлекает действия больше чем через евробанды вернее планирует привлекать действия больше чем через евробанды вот если бы действительно не резиденты были уверены что это вот все прям вот так вот и будет уже точно надо уходить то мы бы не увидели такого подъема ОФЗ срок ну да портфель так ОФЗ госбанки выкупают госбанки естественно и если будут санкции им придется покупать еще больше они наверняка и будут и нас из лиц тоже будут под это стимулировать но не получится у них вот так выкупать и не будут выкупать чтобы еще дорожало да они могут сглаживать падение а зачем так слишком замороченный вход на вебинары поэтому людей мало окей да по поводу ждать выборов или собирать портфель на долгосрок прогнозы по рынку на ближайшие два месяца ну во первых смотрите нашу стратегию прогноз по рынку я могу дать только вилку да если трамп то примерно то же самое если если байден то мне кажется Россия будет хуже глобальных рынков хуже развивающихся рынков и более того у меня будет долгосрочный пессимизм да по крайней мере на ближайшие 4 года у меня будет пессимизм серьезный но тем не менее портфель собирать можно и нужно да по крайней мере это могут быть компании ну понятно что засанкционировать можно кого угодно да и поэтому в сложной ситуации естественно лучше отдавать предпочтение коротким короткому долгу то есть там короткие или флотеры или евробанды там трехлетний например ну я не представляю представляющий ситуации в которой даже в условиях санкции российские примитенты евробандов не заплатят российским задержателем евробандов это это очень будет странно и золото да золото я через FXBD люблю делать никакого там физического ничего а через FXBD так фанк ну опять же давайте я не хотел бы комментировать с точки зрения профессиональной иностранной рынке потому что я просто иностранными рынками не занимаюсь поэтому конкретно не могу ничего сказать но в целом фанк и опять же если байден то да фанк лучше по IT&T ничего не могу сказать так все ну мы собственно говоря полчаса уже даже больше тут работаем у нас организаторы подскажут полчасовой по-моему 45 минут у нас стрим что-то знаете появился раздел SPB OTC не знаю знаю что есть OTC платформа очень хорошая на на московской бирже там можно торговать очень много чего в принципе сами готовы давать какой-то объем то можете брокер своего попросить он туда бумагу попросит завести практически любую там коммерческие облигации торгуются вот мы ваш покорный слуга даже этим летом сделали пробную сделку первая тестовая сделка с электронным подписанием договора цели в общем удобно все работает так что вполне вполне так вот на SPB OTC мне вот пишут американские ETF дело хорошее главное посмотреть как он устроен чтобы не было дорого чтобы не было там распада так так брать газпром с текущих ну газпром газпром с текущих не знаю вот честно вам скажу смотря что уходи что вы ожидаете я мне кажется что северный поток даже если будет построен то я всегда говорил на лет пять я говорю о том что цель всего вот того что происходит это просто уменьшить дозу российского газа в ЕС и продавать там американский газ не знаю кто хочет может там не знаю кто может бизнес FN пятилетней давности поднять там как говорил поэтому но не для того вот эти все усилия были потрачены чтобы вот так вот да разрешить чтобы работал через северный поток 2 на полную мощь даже если он будет достроен он не будет на полную мощь работать будут санкции предъявляться какие-нибудь новые экологические какие-нибудь еще регламентарные социальные и так далее то есть здесь будет будет битва очень долгая и здесь в этом плане на скобку считывать не стоит поэтому я не знаю по поводу газпрома идеи роста там до 300 куда-то еще у меня нет вообще все остальное не знаю смотрите сама по себе конечно компания никуда не денется и в общем ее мультипликаторная оценка очень низкая но дальше вы сами знаете как он стоял поступить опять там сколько там не знаю 4 года или 5 лет даже запомним почему бы ему опять там не стоять или не стоять здесь да 160 180 ну то есть не знаю дивидендная доходность в принципе ну что на уровне НЛ на уровне Виннипро да ну вот наверное наверное можно если вы как квази облигация с потенциалом рост да ну и правда с риском падения тоже ну не такой некий перпичин так сберпрев я ну хотел бы осветить но особо я не знаю как его осветить мне кажется что довольно сравнительно дорог относительно обычки то есть я мне больше нравится обычка сбер в принципе молодец просто по префу немножко повыше дивидоходность да немножко опять же можете посмотреть наш обзор вот последненько сберу сентябрьский в принципе если не будет да никаких вот серьезных подписений то сбер это возможность получить ну уже первый этап прошел но в целом там порядка 30 рублей 33 наверное даже вот так рублей за 10 месяцев это прекрасно и такая приверженность менеджмента да выплатом несмотря ни на что это прекрасно то что он выстраивает инфраструктуру такую классную то что он называет экосистемы это тоже очень классно да это понятно некая стратегия развития но насколько вот это можно рассматривать как безусловную необходимость покупки прямо сейчас не знаю тот кто готов брать на себя риск российский политический риск да вот сбер сбер в любом случае портфеля должен быть на мой взгляд да потому что у компании понятная стратегия развития это очень дорогого стоит вот все остальное ну в принципе он дружелюбим к миноритариям это тоже очень дорогого стоит только уже ради этих двух плюсов он должен быть но но вот я говорю политический риск но все таки сбер это пропсин россии так кто там так хочет дозвониться да прошу прощения у меня стрим вот смотрите еще и сеть еще и сеть разорвалась соответственно mail.ru вот mail.ru немножечко не затягивает до той же то есть он классный партнерство с амазоном это круто но вот с точки зрения яндекса наверное мне кажется с точки зрения системы да мне кажется шансов гораздо больше стать именно тем игроком о чем я говорил да агрегатор персональных данных возможности предоставить скандирование под реализацию желаний всяких и глобальной перспективы пока яндекс мне нравится гораздо больше но это не значит что mail.ru плох не значит что он не может сделать другого поэтому у меня есть и то и то просто если смотреть на котировки долларов то mail.ru он торгуется таком широком и скорее падающим канале сейчас он где то около его верхней грани афк система хорошая мысль да мы тоже с Андреем Верниковым ее сделали запись выкладывали мысль состоит в том что купить купить ее после размещения озона переложиться в озон частично все таки вот система сдерживает то что непонятно когда будут размещаться ее дочь в семье в озон теперь то что они решили даже сейчас размещаться и разместились в общем хорошо разместились это очень хорошо разместились хорошо собирают это очень хороший сигнал поэтому я думаю что ну даже просто посмотреть по мультипликаторам понятно там понятный дисконт холдинга к сумме стоимости дочек но в системе он гигантский просто по мере того как дочки будут получать рыночную оценку они будут конечно и в систему это тоже транспорт как может сыграть альянс МТС и ПТС слухи не знаю не знаю слухи слухи не знаю ну что наверное на самом деле все 1542 наверное будем заканчивать в принципе для первого кома блинам вполне нормально пишите еще тому что понравилось не понравилось по поводу платформы тут вот я видел да были комментарии что можно с телефона заходить да и вход на компьютере вход через Chrome мы тоже немножечко накололись я лично даже через Chrome по крайней мере работает всем спасибо поэтому все что вы слышали не является индивидуальной рекомендацией рекомендацией это говорить непонятно зачем это нужно но тем не менее всем удачи в торгах и главное главный мой призыв на ближайшее время во первых мое видение в том что мы находимся в рамках кондратевского цикла в его нисходящей стадии и мы об этом тоже делали обзор в начале года поэтому нужно длительность сохранять обычно все это кончалось либо войнами я надеюсь что пронесет хотя видите что творится либо резким ростом инфляции поэтому золото это хороший вариант и короткий долг это тоже хороший вариант потому что и качественный долг да в принципе можно и высокодоходные облигации если вы верите в компании понимаете что они заплатят то есть грубо говоря предпочтение ликвидности сейчас должно на мой вид это доминировать и история показывает что вполне может быть мы столкнемся там с пятилетием даже с восьмилетним каким-то периодом когда индексы будут даже не очень-то расти просто будут два года вниз процентов на 30 два года вверх процентов на 30 20-30 процентов вот такие вот колебания могут быть среднесрочные и тогда ну такая диапазонная торговля то есть акции все равно хорошо акции надо на низах откупать если а что значит на низах мы никогда не знаем где низы когда когда попадали хорошие акции тогда и надо откупать хорошо что есть ETF да они позволяют с широким рынком или с секторами такие вещи делать не беря на себя риск отдельного имитента и вот сочетание таких вот позиций процентов 40-50 там 25 золота на мой взгляд или драгметалл да плюс акции добывающих серебро добывающих компаний и облигации вот вот такая вот структура портфеля она не обеспечит конечно безумного обогащения но это наверное сейчас мне кажется что такие периоды это не нужно когда резкие провалы происходят вот тогда просто надо ту долю которая в облигациях как раз и переводить то что попадало так телефон нормальный ход не развернуть презентацию так ну что дорогие друзья наверное все спасибо я благодарю всех кто присутствовал 44 минуты сейчас все равно будут отключать поэтому все наверное всем хорошего дня хорошей недели и удачи